Я так рад Спас меня, Иисус, пою я, слава, Аллилуйя! Спас меня Иисус Был пленён, но Он освободил Был пленён, но Он освободил Был пленён, но Он освободил Пою я слава, Аллилуйя Он освободил Был я слеп, но Он глаза открыл Был я слеп, но Он глаза открыл Был я слеп, но он глаза открыл, пою я слава, Аллилуйя, он глаза открыл и втрощен. Я тобой, Иисус, исцелен, я тобой, Иисус, и спасен. Я тобой, Иисус, пою я слава, Аллилуйя, спас меня, Иисус, вас пою. Я тебя, Иисус, вас пою, я тебя, Иисус, быстро славлю. Я тебя, Иисус, пою я слава, Аллилуйя, спас меня, Иисус, я так рад. Спас меня, Иисус, я так рад, спас меня, Иисус, я так рад. Спас меня, Иисус, пою я слава, Аллилуйя, спас меня, Иисус, пою я слава, Аллилуйя, спас меня, Иисус. В прошлое воскресенье мы говорили о том, что Господь Иисус, обращаясь к ученикам, сказал Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих Он прежде всего говорил о том, чтобы мы относились друг к другу с любовью, уважением Почитали один другого выше себя, не превозносились, не гордились, не унижали никого Но имели чувство любви к каждому, независимо от того, как он выглядит и что он представляет из себя, как христианин И, конечно же, когда Господь говорил эти слова о том, чтобы мы правильно относились друг к другу Он не исключал из числа этих людей и тех, которые не являются верующими Независимо от того, с каким человеком мы имеем общение, с кем мы говорим или кого мы встречаем на своем жизненном пути Наше отношение к этому человеку всегда должно быть одинаковым Не презирать Относиться с любовью, с уважением Не быть гордыми и высокомерными по отношению к другим людям И для того, чтобы закрепить эту истину и ученики могли хорошо усвоить этот урок Иисус рассказывает притчу о добром пастыре По сути, здесь он говорит о себе У одного человека было сто овец, и одна потерялась И вот этот пастыр, он оставляет девяносто девять и идет искать ту, которая потерялась И когда находит ее, то радуется о ней больше, чем о девяносто девяти, которые были оставлены И в этой притче Иисус показывает о том, что для него дорог каждый человек Что он любит каждого человека одинаково Нет у него любимчиков, потому что Бог нелицеприятен И он также учит нас, чтобы мы со своей стороны имели точно такое же отношение к людям нелицеприятное И могли и старались любить и уважать каждого человека И вот давайте теперь посмотрим то, о чем Господь говорит далее Это Ивангелие от Матфея, 18 глава, и мы будем читать 15 стих Первую часть стиха «Если же согрешит против тебя брат твой» Здесь Господь задает вопрос «Если брат твой согрешит против тебя» Писание говорит нам о том, что все мы можем согрешать К большому сожалению, наша жизнь Она не является на 100% совершенной Святости и чистоте Но тем не менее, в нашей жизни есть эта цель Которую поставил нам Господь, сказав «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» И мы понимаем, что то, что в нашей жизни происходит Мы оставляем грех И грех связан с какими-то поступками и действиями Он, может быть, не так часто совершается в нашей жизни И борьба с грехом переносится в сферу чувств Сферу мыслей Сферу, может быть, каких-то слов, которые мы можем произносить И эти слова, они являются, может быть, грязными, грубыми Но тем не менее, мы можем согрешать И вот Господь задает вопрос «Если же согрешит против тебя брат твой» Мы понимаем, что когда мы находимся в теле церкви А Библия говорит, что церковь – это тело Иисуса Христа То апостол Павел пишет, что малая закваска влияет на всех Или если больной один член, то болит все тело Поэтому мы видим, когда речь идет о грехе Или конкретно о человеке, который совершил грех То этот грех касается не только его и Бога Этот грех, он также касается и церкви Потому что любой из нас, находясь в церкви Господа Иисуса Христа Он не просто представляет самого себя Петрова или Иванова Хочет он того или не хочет он того Знает он это или не знает Но тем не менее, он также и представляет церковь Иисуса Христа на этой земле Поэтому, когда мы говорим о праведной, о святой жизни О жизни, посвященной Господу То мы говорим также о том, что наша жизнь, наши поступки и наши дела Они либо свидетельствуют о славе Господа Иисуса Христа Либо не свидетельствуют об этой славе Поэтому, когда Господь говорит Если согрешит против тебя брат твой То он говорит не только о поступке, который человек совершил Греховно против кого-то из братьев или сестер Но в это также включается и церковь Потому что согрешаем мы также приносим определенный вред и для церкви Хочу рассказать одну историю, которая, наверное, тысячи раз повторялась И, к большому сожалению, еще повторяется Однажды один христианин на работе пригласил одного сослуживца Чтобы он пришел в церковь на богослужение И вот в таком совместном разговоре оказалось, что у них есть общие знакомые Которые также посещают эту церковь И тогда этот приглашенный говорит Послушай, этот человек ходит в церковь Да я знаю, как он живет, я знаю, как он поступает Я никогда не пойду в вашу церковь Из-за того, что этот человек туда ходит К большому сожалению, иногда такое происходит И мы понимаем, что это достаточно глупо Когда люди начинают судить о всех Имея в виду какого-то одного человека Или видя жизнь одного человека Это в корне неправильно Если кто-то живет неправильно Если кто-то живет во грехе Если кто-то является лицемером Безусловно, это не значит, что все и другие лицемеры И все другие точно так же живут Но, к большому сожалению, очень часто люди Именно так и воспринимают Именно так и думают Возможно, некоторые из нас Какие-то моменты до того, как мы еще пришли в церковь Знали кого-то из церкви И видя его такую двойную жизнь Греховную жизнь И то, что он посещает церковь Мы имели неправильное понимание О верующих и в целом о церкви Поэтому, когда Господь говорит о грехе против брата Имеется в виду не просто человек А мы должны смотреть гораздо глубже И гораздо шире Речь идет о личной ответственности Которую каждый из нас должен иметь В отношении друг друга В отношении церкви Господа Иисуса Христа Ответственность перед Господом Для того, чтобы наша жизнь Она привлекала людей в церковь И чтобы в нас отображался образ Господа Иисуса Христа Ну, давайте посмотрим дальше Итак, Господь сказал Если брат твой согрешил против тебя Что тогда я должен делать? Пойди и обличи его между тобой и им одним Здесь Господь конкретно показывает и говорит нам Что нам нужно делать Если брат или сестра согрешил в отношении меня Совершив какой-то поступок Который является греховным по сути своей Который он не должен был согрешать Что я должен делать? Потому что он сделал этот поступок Он совершил этот грех И пошел своим путем И я остался стоять Понимая, что это неправильно Это грех Или другая ситуация Где-то я шел, что-то делал Чем-то занимался И вдруг увидел брата или сестру Которые совершали определенный грех Что мне делать? Например, такая ситуация И иду где-то по улице И смотрю Один из братьев из церкви идет С банкой пива И пьет ее Что я должен делать в этой ситуации? Должен ли я сделать вид, что ничего не вижу Не замечаю И идти дальше своим путем Либо я должен остановиться И подойти к этому брату Чтобы поговорить с ним И таких ситуаций может быть множество Или кто-то с кем-то вместе Работает где-то И увидел, что брат взял какую-то гайку Положил в карман И пытается вынести ее с работы Что мне делать в этой ситуации? Сделать вид, что я не вижу ничего Либо подойти и поговорить с ним Либо кто-то на работе не хочет работать Или каким-то образом пытается Раньше уйти с работы Или убежать Чтобы никто не заметил И это становится очевидным Что я должен делать в этой ситуации? Иисус говорит ясно Пойди И обличи его между собой И им одним В книгелевит 19 главе 16-17 написано Не ходи переносчиков в народе твоем И не восставай на жизнь ближнего твоего Я Господь Не враждуй на брата твоего в сердце твоем И дальше Господь продолжает Обличи ближнего твоего То есть мы видим, что Господь дает Очень конкретное повеление И если мы видим согрешающего брата Не важно, он согрешил против меня Или этот грех напрямую Не направлен против меня Но это явно является грехом То со своей стороны Иисус говорит Что мы не должны проходить мимо Мы не должны отворячиваться И делать вид, что мы просто Этого не замечаем Это его проблема Иногда верующие могут Оправдовать себя такими словами Это его проблема Это его отношение с Богом Я в это не должен встревать Это не моя ответственность Но Иисус ясно говорит нам о том Что если мы это видим Если это происходит на наших глазах Если Бог допускает такую ситуацию В нашей жизни То это становится моей ответственностью И не важно то Являюсь ли я пастором Или диаконом Или просто я член церкви Это уже не имеет никакого значения Раз эта ситуация С этим согрешающим братом и сестрой Открито моим глазам Значит это становится Моей ответственностью И Иисус говорит Подойди к нему Один на один Не будь переносчиком Не спеши, чтобы пойти домой И начать звонить И всем рассказывать Что я видел такого брата Который шел с банкой пива И прямо пил ее Или еще какую-то ситуацию Не будь переносчиком народа В твоем Библии говорит Будь очень осторожен В отношении того Чтобы разносить эту информацию По всей церкви И таким образом Создавать вот такое неправильное Отношение к этому согрешающему Иисус говорит Прежде чем кому-то звонить И кому-то рассказывать об этом Сделай то, что говорит Господь Подойди к этому брату Подойди к этой сестре И поговори с ним Один на один И Писание показывает нам Что когда мы делаем Таким образом Когда мы поступаем Таким образом То тем самым Мы показываем И проявляем Любовь к согрешающему Потому что Если мы проходим мимо То мы проявляем Безразличие Мы говорим о том Что мне все равно Что ты делаешь Мне все равно Что ты живешь И мне все равно В конечном итоге Где ты окажешься в вечности Это твоя проблема Это твоя жизнь И я не хочу вмешиваться В твою жизнь Это неправильно Иисус учит нас тому Чтобы мы не были безразличны Чтобы нам не было все равно Чтобы мы относились Друг к другу с любовью Потому что цель увещевания Любовь от чистого сердца Если бы кто-то из нас Увидел своего ребенка Который бы вот так вел себя То мы бы обязательно Подошли и поговорили с ним Потому что мы любим его И мы хотим предостеречь его Потому что Это может далеко завести И то же самое сердце То же самое отношение Мы должны иметь По отношению к тем Которые не являются Частью нашей физической семьи Но мы соединены Божьей семье Мы все являемся Божьими детьми И когда мы Говорим с кем-то На не очень приятной теме Связанное с грехом Когда мы говорим С любовью Когда мы не говорим Сверху вниз Показывая свое превосходство Что мы не таковы Как он Когда мы говорим С искренней Неподдельной любовью Тогда это Обличение Это увещевание Оно принимается Тогда это Может иметь Плоды И произвести Покаяние Согрешающим Потому что он Видит не просто Обличителя Который всем своим видом Показывает То, насколько он Лучше Его Но в смирении В кротости В осознании Того, что он Сам несовершен Он хочет помочь Согрешающему брату Чтобы он мог Покаяться в неправильном Покаяться в грехе И отвернуться от него Получить прощение От Господа Конечно Кто-то может Найти В священном Писании Слова Господа Который говорит Не судите Да не судим И будете Или мы Также читаем Такие слова А что ты Смотришь На сучок В глазе Брата твоего А бревна В твоем глазу Не чувствуешь Или как Скажешь Брату Твоему Да я выну Сучок Из глаза Твоего А вот В твоем глазу Бревно Лицемер Вынь Прежде бревно Из твоего Глаза И тогда Увидишь Как вынуть Сучок Из глаза Брата твоего Итак Здесь Мы видим Что Иисус Предостерегает Это предостережение Звучит В отношении Тех Которые Сами Можно Образно говоря Современным языком По уши Во грехе Которые Сами делают Гораздо Худшие дела Которые Нечтят Господа Нечтят Его Слова Живут Так Как им Хочется Движимы Грехами Греховными Побуждениями Но тем Не менее Они Подобны Фарисеям Которые Обличают Других Людей Которые Злобно 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 Высокомерно Указывают На грехи Других Людей Но Никак Не хотят Обращать Нимание На свою Собственную Жизнь На то Как они Поступают Как они Сами Живут И конечно Мы должны Понимать Что для нас Очень важно Чтобы мы Обращая Жизнь На других Людей Когда мы Видим то Что у них Неправильно И хотим Помочь Им Покаяться Восстановить Свои отношения С Господом С другими Может быть Людьми Очень Ответственно Относились Квоей Собственной Жизни Чтобы не Происходило Таким Образом Когда мы Хотим Кому-то Помочь Кому-то Показать Что в этом Нужно Покаяться Это греховно И кто-то В ответ Начнет Обречать На самих И говорить О тех Бревнах Которые мы Не замечаем Своей Собственной Жизни Поэтому Господь Так же И об этом Предупреждает Что нам Всем Нужно Помогать Друг другу Нам всем Нужно Стремиться К тому Чтобы Духовно Возрастать И ходить Пред нашим Господом И не быть Равнодушными В отношении Жизни Других людей Поступков Других людей Но так же Вникать В себя Вникать В учения Так же Быть Внимательным И осторожным По отношению Своей Собственной Жизни И своих Путей Тем не менее Господь Ясно Говорит Если Ты Видишь Согрешайше Брата И сестру Не будь Равнодушен Не думай Что это Дело Кого-то Если Бог Показывает А что Если 15 стих Последняя Часть Если Послушать Тебя То Приобрел Ты Брата Твоего Здесь Господь Говорит Что если Мы Кого-то Обличили В духе Любви И кротости Указав Ему На его Грех И он Увидел Это И он Осознал Свой Грех И покаялся В этом Грехе Сказав Я каюсь Это действительно Неправильно Это действительно Нехорошо Я согрешил И я каюсь В этом То Господь Говорит Что тогда Ты Приобрел Брата Твоего То есть Тогда Его грех Прощен Его Взаимоотношения С Господом Они Восстановились И ты Приобрел Этого Брата Ты поступил Правильно Ты Ты помог Ему Увидеть Более ясно То что Может быть Он не видел И не обращал На это внимание Возможно Считая Что в этом Нет ничего Страшного Иногда Такое бывает Силу Духовного Возраста Иногда Верующие Могут Совершать Какие-то Вещи И даже Не думать О том Что это Греховно Или что Это неправильно Им важно Помочь Сказав Что это Действительно Грех Это не следует Делать Но иногда Люди знают И понимают Что это Греховно Неправильно Все равно Это делают В том и другом Случа Нужно Наставление Нужно Чтобы кто-то Мог поговорить И помочь Согрешающему Покаяться Галатам Шестой Главе Мы читаем Если впадет Человек Какое Согрешение Вы Духовные Исправляйте Такового В духе Кротости Наблюдая Каждый За собой Чтобы Не быть Искушаемым Братья Если кто Из вас Уклонится От истины И обратить Того Кто Говорит Это уже Иаков Пусть тот Знает Что Обративший Грешников От ложного Пути Спасет Душу Свою От смерти И покроет Множество Грехов То есть Здесь мы Видим Увещевание Которое Дает нам Священное Писание В отношении Того Чтобы мы Не проявляли Равнодушие Потому что Если человек Вовремя Не остановится В каком-то Грехе И не покается В нем То этот грех Может пустить Глубокие корни Его жизни И потом Последствии Ему гораздо Труднее Будет покаяться И оставить Этот грех И это все Показывает О том Что мы В определенной Степени Ответственны Друг за друга Это говорит Нам о том Что мы Являясь Божьей семьей Должны Помогать Друг другу Возрастать Господи Служить Богу Оставлять Грех Каяться Во грехе Восстанавливать Свои отношения С Господом Мы нуждаемся Друг друга И если мы Делаем Так как Говорит Иисус Тогда мы Помогаем Друг другу Следовать За Господом Проявлять Ему Верность Посвященность И тогда Будет гораздо Меньше Тех людей Которые Отпадают От Господа Которые Теряют Веру Которых Дьявол Обманывает И крадет Потому что Он Внушает им Грех И никто Не может Обличить Или помочь Этому брату Покаяться И оставить Грех И так Мы видим Что Господь Учит О том Как нам Относиться Согрешающему Брату Или сестре Если ты видишь Брата Или сестру Согрешающих Иди И поговори С ним Духи Кротости И любви И если Он покаялся И если Он согласился То ты Приобрел Брата Или сестру А если Он говорит Нет А если Он не соглашается А если Он говорит Что я Жил Так и Буду Жить И не Собираюсь Даже в этом Каяться Что делать В таком Случае Будет ли Правильно Сказать Ну это Твое Дело То что Я Должен Был Сделать Я Сделал Выбор Остается За тобой Поэтому Это Твое Дело Не Соглашаешься Да Благословит Тебе Господь Соглашаешься И каешься Слава Господу Я Приобрел Брата Твоего Своего Извините Но Господь На этом Не останавливается Он Продолжает Учить На эту Тему Эта Тема Конечно Безусловно Она Может быть Не самая Простая Не самая Легкая Потому что Не так Приятно Кого-то Обличать Не так Приятно Кому-то Указывать На грех И нам Не хотелось Бы Это делать Потому что Это Миссия Которая Очень часто Неприятная И Может производить Даже определенные Конфликты С тем человеком С которым Мы говорим Но это Также Может Производить Определенную Дружбу С тем человеком С тем человеком Который Принимает Это Наставление Видя Нашу Любовь И желание Помочь Ему Но если Не соглашается В 16 стихе Иисус Продолжает Если же Не послушает Возьми С собой Еще одного Или двух Дабы Устами Двух Или трех Свидетелей Подтвердилось Всякое Слово И так Здесь Мы видим Что на этом Все не заканчивается Если не согласился И желает Продолжать Жить В том грехе Которым он Жил То Необходимо Сделать Следующий Шаг Это Взять Кого-то Двух Или одного Братья Или сестер Для того Чтобы пойти И вместе Поговорить с этим Братом Для того Чтобы Помочь ему Покаяться Осознать Свой грех Восстановить Свои отношения С Господом И это Все Является Теми Шагами Которые О которых Говорит Иисус И причина Этих действий Это Любовь Это Желание Помочь Это Осознание И понимание Того Что Если Ничего Не делать Просто Закрывать На это Глаза То тогда Последствием Всего этого Может стать То Что Этот христианин В конечном Итоге Будет Окончательно Завоеван Дьяволом Дьяволом И Дьявол Уведет Его Из церкви Потому что Чем глубже Грех Понимает Проникает Сердце Христианина Тем легче Дьяволу Контролировать Его жизнь Тем Проще Становится Ему Увести Этого Христианина Из церкви И безусловно Множество людей Которые Были в церкви И покинули Церковь Они покинули Потому что Были Обмануты Дьяволом Иногда Мы Помогали Этим Людям И делали Все Возможно Для того Чтобы Увещевать И наставлять И И помочь Им Но ничего Не получилось Бывает И так Они отвергли Они не приняли Но возможно И скорее всего Да Безусловно И были Такие случаи Когда Кто-то Мог бы Принять помощь Но не нашлось Никого Кто Видя Его жизнь Его поступки Пошел бы И поговорил С ним А так Как никто Не говорил С ним Не призывал Его покаянию Не оказывал Ему внимания И помощь Его ситуации То дьявол С легкостью Смог Победить Этого человека И Возвратить Его обратно В мир Поэтому каждый Из нас В равной степени Он ответственен Друг перед другом И когда мы Видим друг друга В неправильном свете Или во грехе То на нас возлагается Эта ответственность Помочь этому человеку И привести его К покаянию И мы сможем Это сделать Только тогда Когда по-настоящему Любим этого человека Если же в нашем сердце Не будет любви И сострадания То мы будем Проходить мимо Потому что Истинная любовь Она никогда Не будет проходить Мимо Она не может быть Равнодушной Ей не может быть Все равно И даже в том случае Если он Или она Отвергли Наше наставление Мы не останавливаемся На этом Мы берем Кого-то еще И говорим Пошли поговорим С ним вместе Может быть Он меня не слушает Может быть Он не считает Меня достаточно Большим Духовным авторитетом Чтобы внимать Всем словам Которые я говорю Но если мы пойдем С тобой Может быть Тебя Он послушает Может быть Мы вместе Сможем поговорить И помолиться За него И остановить Его на этом пути Который Приведет Его к погибели Итак Два или три Человека Идут И разговаривают И если Этот брат Или сестра Принимает Увещевание Принимает Это обличение И кается То приобрели Они брата Или сестру Но если Опять Нет Если Опять Твердость Твердая стена Непринятие Нежелание Кается То Господь Продолжает И учить Что же тогда Дальше следует Сделать С таким человеком Мы понимаем Что когда мы Говорим О Господе То мы говорим О том Кто имеет Совершенную любовь И прошлое Воскресенье И до этого Мы говорили О его любви О том Что он Нелицеприятель Любит Каждого человека И каждый человек Для него Одинаково Дорог И он не желает Отвергнуть Даже отверженного Он ищет Потерянную И со своей стороны Делает все Чтобы возвратить ее Обратно в стадо И поэтому То о чем Здесь Господь Учит нас сегодня Оно исходит Из его любящего Сердца И желания Помочь тем людям Которые запутались Которые опять Попали в трясину Греха И сами не могут Выкарабкаться Оттуда Они нуждаются В помощи Своих братьев И сестер Которые бы могли Поговорить с ними Могли помочь им И если не находится Таких братьев И сестер Которые в виде Согрешающего брата То это плохо Это неправильно И так не должно быть Это свидетельствует О равнодушии О отсутствии любви И о непонимании Того что Мы призваны Чтобы носить Время друг друга Помогать друг другу Иногда дьявол Может обманывать нас И мы можем Чувствовать Что мы Сами Несовершенные Что мы Не те люди Которые Могут кого-то Наставить Или Кого-то Обличить Иногда мы Стесняемся Этого Или даже Боимся Подойти К этому человеку Но Господь Здесь не выделяет Он не говорит о том Что это слово Относится только К пастору Или служителю Он обращается Ко всем верующим Ко всем нам Он учит нас Какое сердце Должно быть у нас Не Привозноситься Но с любовью И если Не послушает Их Скажи Церкви А если И церкви Не послушает То Да будет Он тебе Как язычник И мытарь Итак Мы видим Что Когда увещевание Один на один Не помогло Когда Пришло Несколько Братьев Или сестер И Начали Вместе Увещевать Это Также Не произвело Покаяния То Тогда Господь Говорит Следующий Шаг Который Должен Произойти Они Должны Пристать Перед Церкви И перед Большим Собранием Верующих И если В этом Случа Они Также Откажутся Каяться Откажутся Признать Свой грех И будут Наставить О том Что они Будут Жить В этом То Тогда Они Должны Быть Отделены И Да будут Они К вам Как Мытарь И Как Грешник Это Последняя И Крайняя Мера О которой Говорит Господь Иисус В отношении Согрешающих И Нежелающих Каяться И Эта Крайняя Мера Она Называется Отлучением От Церкви Это То Что Является Последним Дисциплинарным Взысканием Которое Предусмотрел Господь Иисус В отношении Согрешающих Верующих Которые Нежелают Каяться И Это Наказание Оно Опять же Исполнено Чувством Любви И Желание Помочь Этому Человеку Отрезвить Его Заставить Его Правильно Посмотреть На свою Жизнь Правильно Оценить Свою Жизнь И в Конечном Итоге Покаяться Потому Что Если Не Будут Приняты Эти Меры Как Уже Было Сказано Выше То Это Малая Закваска Она Начнет Влиять И Заквашивать Всех Других Апостол Павел Первом Послании Коринфянам Он Много Обличал Эту Церковь И Пятой Главе Он Говорит О Человеке О Человеке Который Начал Сожительствовать Своей Мачехой Это Было Неправильно Это Было Греховно Но Он Не Признавал Этот Грех К Стыду Многие Члены Церкви Соглашались С ним И Не Видели В Этому Ничего Плохого Но Апостол Павел Это Апостол Он Понимал Что Это Грех Он Понимал Что Этот Человек Не Признает И Не Хочет Каяться В Этом Грехе И Хуже Того Многие Члены Церкви Поддерживают Его И Соглашаются С ним Что В этом На самом Деле Нет Ничего Плохого И Смотрите Что Он Делает 4 6 Стих Сделавшего Такое Дело Продолжает Павел Собрание Вашем В имя Господа Нашего Иисуса Христа Обще С моим Духом Силы Господа Нашего Иисуса Христа Предать Сатане Воизмождение Плоти Чтобы Дух Был Спасен День Господа Нашего Иисуса Христа Нечем Вам Хвалиться Разве Не Знаете Что Малая Закваска Квасит Все Тесто Еще Подобное Апостол Павел Пишет Во 2 Фессонитисам 3.6 Повелеваем Же Вам Братья Именем Господа Нашего Иисуса Христа Удаляться От Вся Кого Брата Поступающего Бесчинно А не По Преданию Которые Приняли От Нас Итак Мы Видим Что Здесь Были Приняты Крайние Меры В отношении Этого Человека На Основании Учения Господа Иисуса Христа И Нежелание Человека Признать Своих Грех И Покаяться Этот Человек Был Отлучен От Церкви И Тем Самым Этот Грех Он Был Удален Из Церкви Для Того Чтобы Эта Закваска Не Заквасила Всех Но Во втором Послании Коринфина Мы Можем Найти Что Этот Человек Которому Были Применены Эти Дисциплинарные Меры Воздействия Он Покаялся Это Имело Положительное Влияние На него Это Произвело Обильный Плод Покаяния И мы Читаем Следующее Я писал Вам Послание Не Общаться С блудниками Впрочем Не Вообще С блудниками Мира Этого Или Лихаимцами Или Грабителями Или Идолослужителями Ибо Иначе Надлежало Нам Выйти Из Мира Этого Но Я Писал Вам Не Общаться С тем Кто Называется Братом Остается Блудником Или Лихаимцем Или Идолослужителем Или Злоречивым Или Или Пьяницей Или Грабителем С таковым Даже Не Есть Месте Ибо Что Мне Судить Внешних Не Внутренних Ли Судите Внешних Засудит Бог И так Изверните Разращенного Из Среды Вашей И так Он Был Изверует Но Потом Он Покаялся И Он Был Обратно Возвращен И Принят Во Вщину И Таким Образом Те Дисциплинарные Взыскания Которые были наложены на Него Они были сняты Потому что Были видимы Плоды Его Покаяния И Обращения От греха И Принятию Воли Божьей И это Нам показывает То что Все то что Говорит Иисус И то что Он Учит О дисциплинарных Взысканиях Которые Должны быть В церкви Они даны Для того чтобы Помочь Тем которые Нуждаются В помощи И они Исходят Из Любящего Сердца Доброго Пастора Который Желает Возвратить Заблудших Овец Своё Стадо И Помочь Им Восстановить Свои Отношения С Господом И И Конечно же Даже Эта Крайняя Мера Она Является Следствием Божьей Любви И желание Отрезвить И помочь Тем людям Которые не желают Покаяться Чтобы они В конечном итоге Покаялись И И вот В 18 Скажите Здесь Будет Развязано На небе Это Не Означает Что Мы С вами Можем Делать То Что Мы Хотим Это Означает То Что Когда Мы Делаем То Что Говорит Господь Согласие С Его Словом То Господь Это Принимает И С этим Соглашается И Это Подтверждение Того Всего О чем Иисус Говорил Раньше Если Вы Видите Брата Согрешающего И обличаете Его И он Не кается Вы Делаете Следующий Шаг И Говорите С ним Присутствует Двух или трех Братьев И он Не Соглашается И не Хочет Каяться Тогда Вы Говорите Присутствие Церкви Или Если Это Большая Церковь Может быть Какой-то Район Или Группа Верующих Которые Находятся В одном Служении И Говорите Вместе С ним И он Отрицает И не Кается В этом Не Соглашается Тогда Происходит Что Этот Человек Отлучается От Церкви И Произносится Вот Эта Молитва Что Этот Человек Больше Бог Этой Теме Которой Он Учит Говорит Что И то Что Будет Связано Вами Здесь На земле Оно Будет Связано И На небесах Оно Будет Принято И Этот Человек Не Будет Больше Считаться И В глазах Божьих Частью Тела Иисуса Христа И мы Понимаем Что Речь Конечно Идет О том Когда Все Это Сделано Правильно И Грех Действительно Имеет Место Вы Знаете Что Иногда Бывают Различные Судебные Ошибки Когда Люди Они Могут Страдать Или Нести Наказание За то Что Они Не Совершали Большому Сожалению Это Происходит Возможно Иногда Такие Вещи Могут Быть Церкви Но Все Должно Быть Тщательно Взвешено И Проверено И Наверняка Если Что То Сделано Неправильно Если Церковь Связывает Что Небеса Безусловно Это Не Примут И С Этим Не Согласятся Потому Что Бог Никогда Не Может Творить Грех Бог Никогда Не Может Соглашаться С Грехом Или С Чем Неправедным Потому Что Он Бог Святой Он Бог Праведный Но Если Справедливо Если По Писанию Если Все Сделано В Духе Любви Кротости И Желанию Помочь Этого Человека От Церкви То Это Безусловно Связывается И На Небесах Конечно Это Ужасно Это Это Страшно Но Это Не Является Окончательным Решением И Если Человек Покается Если Будут Плоды Покаяния Которые Будут Проявлены Его Жизни То Безусловно Этот Человек Как тот же Отлученный Из Коринфинской Церкви Может Быть И Должен Быть Принят И Восстановлен Вот Так Господь Учил Своих Учеников Объясняя И Показывая То Что Мы Ответственны Друг за Друга И Что Истинная Любовь Это Не Только Тогда Когда Мы Улыбаемся Друг Друга Хлопаем По Плечу Пожимаем Руки Но Истинная Любовь Это И Тогда Когда Мы Помогаем Друг Другу Освободиться От Греха В своей Собственной Жизни Когда Мы Принимаем Наставление Увещевание И Даже Обличение И Видим В этом Любовь Проявленную К нам И Желание Помочь Нам Давайте Посмотрим Еще Два Стиха Девятнадцатый И Двадцатый Стих Возможно Эти Стихи Они Уже Как-то Не Вписываются В контекст Того О чем Иисус Говорил Раньше Потому Что Раньше Речь Шла О Том Как Привести К покаянию Согрешающего Брата И Сестру Какие Шаги Нужно Делать Если Он Не Желает Каяться И Признавать Свой Грех Чтобы Помочь Ему Это Сделать И В девятнадцатом Стихе Господь Говорит Истинно Так же Говорю Вам Что Если Двое Из Вас Согласятся На земле Просить О Всяком Деле То Чего Бы Ни Попросили Будет Им От Отца Моего Небесного То есть Это Тот стих Который Очень часто Называется Молитвой Согласия Если Двое Или Трое Соглашаются Вместе Просить О чем То Отца Небесного Во Имя Иисуса Христа О Всяком Деле То Чего Бы Не Попросили Будет Им От Отца Моего Небесного Итак Конечно Наверное Когда мы Читаем Такие Стихи Или Подобные Этим Стихам У нас Сразу же Возникают Вопросы Потому Что Мы Имеем Определенный Опыт Когда мы Соглашались За что-то И молились Вместе И ожидали И не получили Тот ответ Который Мы Ожидали Тогда У нас Возникает Внутри Своего рода Такой Кризис Непонимания Того Что же Значит Тогда Этот Стих О чем Олились И как Любящий Отец Он Дает Нам И Господь Даже Однажды Приводит Пример Если Мы Будучи Злые И можем Доброе Делать Детям Нашим Тем более Отец Небесный Любя Нас Сделает Нам Добро Но Но Когда Мы Говорим О Любящем И Добром Боге Мы Понимаем Что Наш Бог Он Премудрый И Всякий Раз Когда Мы Что-то Просим У Него Соглашаемся Может быть Вместе Как написано В этом Стихе Простить Его О чем-то О деле Каком-то То Он Дает Нам По Своей Мудрости И Любви И Дает То Что Он Считает Лучшим Для Нас И Это Не Всегда Именно То Что Мы Просим Его Но Он Всегда Слышит Нас И Если Слышит Он Отвечает Нам И Мы Понимаем Что Божественный Ответ В нашей Жизни Он Не Всегда Соответствует Именно Тому Что Мы Хотели Получить Но Исходя Из Всего Того Что Мы Видим Священном Писании Во всей Библии По Любви И Премудрости Он Отвечает И Дает То Что Для Нас Будет Лучше Своей Человеческой Точкой Зрения Нам Не Всегда Это Кажется Так Нам Не Всегда Это Кажется Правильным И Причина Почему Так Происходит С нами Связана С тем Что Когда Мы Смотрим На Свою Жизнь Мы Видим Свою Жизнь Только Частично Мы Видим Настоящее Мы Видим Прошлое Но Мы Не Знаем И Не Видим Будущее Но Когда Бог Смотрит На Меня Смотрит Сейчас На Вас То Он Знает Не Только Мое Прошлое Мое Настоящее Он Видит Мое Будущее До Моего Последнего Вздоха На Этой Земле И По Своей Божественной Премудрости Когда Я Молюсь И Прошу Что То У Него Он Отвечает Мне И Его Ответ Не Всегда Тот Который Я Ожидаю Но Он Хочет Чтоб Мы Молясь Верой И Уповая На Него Доверяли Что Он Отвечает Нам И Он Желает Нам Лучшего И Возможно Иногда Этот Ответ Он Не Будет Прямым По Отношению Того Что Мы Просим Иногда Нам Кажется Как Может Быть Лучше Если Я Болею Как Мне Может Быть Лучше Есть Такие Сложные Ситуации И Наш Разум Иногда Может Оказываться В Тупике И Мы Не Видим Правильного Логического Ответа Но Нам Нужно Уметь Доверять Богу Мы Понимаем Что В Священном Писании Нет Ничего Случайного И Вот Эти Слова Которые Иисус Сказал Если Двое Или Трое Согласятся Просить О Всяком Деле То Будет Им Ничего Не Попросит Мы Понимаем Что Они Не Случайно Здесь Мы Понимаем Что Это Не Ложное Утверждение Что Это Не Обман Но Именно Это Господь И Говорит Но Когда Мы Знаем Все Священное Писание Все Что Иисус Говорит О Молитве Тогда Мы Можем Способны Понимать Эти Стихи Но Если Мы Знаем Только Этот Стих Из Библии И Больше Ничего Не Знаем То Мы Обязательно Окажемся В Проблеме И Нам Покажется Что Бог Просто Нас Обманывает Он Говорит И Не Делает То Что Он Говорит Он Что Обещает Нам И Он Не И И Свои Обещания Тысячи Людей Отпалят Бога Думая Именно Таким Образом Тысячи Людей Они Разочаровались В Верии Потому Что Их Понимание Их Знание Бога Было Ограничено И Они Упирались В Какие-то Стихи В Священном Писании Буквально Понимая Их И Не Зная Других Мест Которые Говорят На Ту Самую Тему И Дьявол Разрушал Их Веру С Нами Не Должно Быть Так Мы Должны Молиться Соглашаться Молиться Соглашаться Ходатайствовать И Когда Мы Это Не Значит Что Нам Нужно Останавливаться Мы Можем Молиться И Дальше Особенно Если Это Касается Больных Людей Или Ситуация Которая Может Быть Изменена Но Если В Конечном Итоге И Не Произошло Так Как Мы Молились Так Как Мы Хотели Чтобы Произошло То Нам Нужно Согласиться С Богом И Сказать Наверное В Конечном Итоге Перспективе Вечности И Того Что Видит И Знает Бог Это Лучшее Иногда В Каких-то Ситуациях И В Моей Жизни И В Вашей Жизни Нам Казалось Что Мы На 100% Поступаем Правильно Что Мы На 100% Уверены В Своей Правоте И Проходило Какое-то Время И Мы Брались За Голуб Думали Слушай Как Я Мог Так ошибаться Я Это Стих И Другие Подобные Стихи Где Иисус Говорит Если Чего Попросите Вы Имя Мое То Будет Вам Это Божье Обетование Говорящее О том Что Бог Может Сделать Нашей Жизни Но Это Также Означает Что Если Мы Будем Что То Простить И Это Может Быть Во зло Разрушение Это Будет Каким-то Образом Нарушать Божьи Планы Божьей Цели Для Моей Жизни Для Жизни Других Людей То Бог Оставляет За Собой Право Остановить Это Правильно Это Или Нет Было Либо Правильно Если Я Своим Детям Сказал Что Я Всегда Буду Доделать То Что Вы Мне Скажете Было Бы Это Хорошо Это Было Бы Не Мудро И Все Были Не Осудили Сказ Ты Что Они Теб Попросят Такие Вещи Что Ты Будешь Делать Что Они Тебе Скажут Конечно Буду Делать То Что Будет Лучше Для Них Что Принесет Пользу Для Них Иногда Скажу Это Будет Позже Через Год Или Через Два Это Вообще Тебе Не Нужно Ни Сейчас Или Через Два Года И Поэтому Иисус Говорит О том Что Он Отвечает На Молитвы Но Он Всегда Оставляет За Собою Это Суверенное Право Не Делать Нам То Что Принесет Нам Зло Или Вред Не Всегда Это Мы Понимаем И можем Спорить С Богом Не Соглашаться С Богом Искать Справедливости Искать Своей Правды Но Бог Верен Он Праведен И Никто На Суде Когда Предстанет Вечности Пред Богом Не Сможет Показать Ты Был Злой Ты Был Недобрый Ты Не Слышал Мои Молитвы Никто Там В Вечности Когда Люди Будут Видеть По Другому Думать По Другому Не Смогут В чем То Обвинить Бога Что Он Обман В нас Или Поступал Несправедливо Или Неправильно С нами На этой Земле Это Факт Если Бы Не Так То Бог Никогда Не Был Святым Богом Что-то Неправильно Но Из-за Нашей Ограниченности Из-за Нашей Умственной Слабости Иногда Нам Это Кажется Но Это Наша Проблема Нашей Ограниченности Но Это Не Проблема Бога Для Многих Людей Сегодня Трудно Прийти К Богу Особенно Интеллектуальным Людям Они Начинают Своим Разумом Смотреть На Бога И Думать О Боге И В результате Они Попадают Различного Рода Тупики Почему Был Гитлер Почему Было То Почему Было То Почему Дети Умирают Почему Были Войны И В результате Дьявол Обманывает И И Во всем Становится Виновен Бог Мы же По другому Мыслям Не Все Мы Понимаем Не Все Открыто Для Нас Не Все Мы Знаем Но Мы Верим Что Бог Свят Бог Праведен Что Бог Любит Людей Бог Любит Меня Что Его Планы Его Цель В отношении Моей Жизни Во благо А не во зло Чтобы я имел Будущность И надежду Что Все То Что Бог Имеет В отношении Меня Чтобы Я В этой Земной Жизни Прошел Свой Земной Путь Получил Полную Награду Бог Никогда Не Делает Зло Или Грех И Никогда Не Искушает Человека Грехом Итак Мы Будем Молиться Будем Соглашаться Молиться Вместе Будем Ожидать От Бога И просить Его О всяком Деле И Бог Будет Отвечать И Иногда Эти Ответы Возможно И не Будут Нам Казаться Ответом Но Это Будет Все Равно Ответ И Последний Стих Это 20 Стих Ибо Где Двое Или Трое Собраны Во Имя Мое Там Я Посреди Них Это Обетование Прежде Всего Оно Касается Собрания Или Богослужения И мы Видим Что для Бога Нет разницы Это Домашняя Группа Это Общее Богослужение На воскресенье Или В среду Это Маленькая Церковь Или Это Большая Церковь Если Люди Собраны Во Имя Его Если Они Пришли Ради Господь Ради Любви К Нему И Желание Быть С Ним Служить Ему То Господь Иисус Будет Посреди Них И Сегодня Здесь Мы Собраны Во Имя Его Мы Находимся В Его Присутствии И Мы Понимаем Что Это Место Где Мы Находимся Наполняет Много Разных Вещей Пошли У всех Нас Телефоны Они На Связи Пошли Во всех Отключены Здесь Различные Волны Чего Только Здесь Нет Но Также Здесь Находится Иисус Прямом Смысле Непереносном Смысле Необразном Смысле Самом Что Не Прямом Смысле Дух Божий Сегодня Здесь Прямом Смысле На самом Деле И Сегодня Мы Читали Его Слово И Я Как Мог Пытался Донести То Что Говорил Иисус И для Того Чтобы Я И Вы Вместе Мы Усваивали Это Слово Эту Божью Мудрость И Жили В Соответствии С Этой Мудростью Он Сегодня Здесь И Мы Понимаем Что То Почему Он Здесь Потому Что Мы Пришли Во Имя Его И То Почему Он Здесь Он Желает Помочь Нам В Нашей Жизни В Наших Трудностях Наших Проблемах И То Насколько Мы Любим Господа Настолько Сильно Будет Его Влияние И Его Благодать На нас И Мы Можем Сегодня Уйти С этого Места Наполненные Духом Святым Духовно Укрепленные И Обновленные Но Кто-то Может Уйти Ничего Не почувствов Ничего Не пережив Все Зависит От того Что Там В моем Сердце Каково Мое Сердце Но Он Здесь Он Присутствует На этом Месте Здесь И Сейчас Как Добрый Пастыр Как Наш Господь Как Тот Который Сказал Что Я С вами Во все Дни До Скончания Века Но Я хочу Дальше Сказать Когда Мы Разойдемся Господь Не Оставит Нас Здесь Иисус Говорит О собрании Что Он Обязательно Присутствует На собрании Но Когда Мы Расходимся Он Продолжает Быть С нами Дух Его Внутри Нас И Мы Постоянно Можем Иметь И Находиться В Его Присутствии Даже Тогда Когда Никого Нет Вокруг Нас Он Всегда С Нами И Мы Благодарим Его За Это И С Нашей Стороны Мы Можем Больше Это Чувствовать Мы Можем Это Меньше Чувствовать Но Слово Божие Говорит Что Он Всегда С Нами В Радости Ли В Скорби Ли Трудностях Ли В чем То Еще Он Всегда С Нами Как Добрый Пастор Как Господь Который Сказал Не Оставлю И Не Покину И Нам Нужно Стараться Всегда Об этом Помнить И Всегда Осознавать Что Ложимся Ли Стоем Ли Лидим Ли Пьем Ли Всегда Господне И Всегда Его Присутствие Давайте Встанем Сейчас Вместе Помолимся Дорогой Наш Господь Иисус Мы Читали Сегодня Эти Слова Которые Ты Говорил Ученикам Там Капернауми Возможно В доме Петра Или В каком-то Другом Из домов Где Тебя Приняли Потому Что У Тебя Не Было Дома Когда Ты Был На Этой Земле Господи Мы Благодарим Тебя За эти Слова В которых Ты Учишь Нас Чтобы Мы Помогали Друг Другу Чтобы Чтобы Заботились О Друг Друге Чтобы Мы Не Были Безразличны И Сегодня Мы Слышали Как Ты Учил И Нас Как Когда-то Ты Учил Апостолов Чтобы Если Мы Видим Брата Или Сестру Согрешающих Чтобы Мы Не Проходили Мимо Чтобы Мы Могли Помочь Ей Или Ему Поговорили Наставили Обличили Помогли Покаяться Господь Помоги Нам Иметь Такое Сердце Мы Иногда Просто Проходим Мимо Иногда Мы Оправдываем Себя Что У нас Много Дел Много Забот Что У нас Самих Своих Проблем Хватает Что Это Не Наше Дело Не Наша Ответственность Господи Помоги Нам Не Быть Такими Возможно Мы Не Сможем Сказать Тот Момент Но Помоги Нам Помолиться И Найти Момент Чтобы Искренне С Любовью Поговорить Ты Знаешь Господь Что Из Этого Иногда Мы Теряем Ты Теряешь Многих Твоих Детей Потому Что Никто Не Поговорил Никто Не Обратил Внимания Никто Просто Не Обличил Вовремя Не Остановил Вовремя И Когда Я Глубоко Вошел И Когда Грех Пустил Глубокие Корни Тогда Уже Было Поздно Тогда Было Трудно Что-то Изменить Помоги Нам Господь Быть Людьми Которые Способны По Настоящему Любить Друг Друг И Исполнять Твое Слово Мы Благодарны Тебе Что Мы Можем Молиться И Сегодня Мы Молимся Вместе В Совместной Молитве Мы Просили Тебя Сегодня За Наши Нужды За Наши Проблемы Открывали Перед Тобой Свои Сердца Господи Ты Всегда Слышишь Нас И Ты Всегда Отвечаешь И Ты Всегда Что-то Производишь На Наши Молитвы Но Иногда Нам Кажется Что Ты Не Слышишь И Не Отвечаешь Нам Что Ты Как Бы В Стороне Как Бы Прохожий И Чужой По Отношению К Нашим Трудностям Но Господь Это Не Так Прости Нас Когда Мы Думали Так Когда Мы Что-то Не Понимали И Даже Злились Может Быть На Тебя Или В Наши Сердца Проникало Это Чувство Обиды На Тебя Господи Мы Люди Мы Мы Всегда Все Видим И Понимаем Правильно Как Понимаешь И Видишь Ты Но То Чему Мы Уже Научились Господи Это Доверять Тебе Это Уповать На Тебя Это Когда Необходимо Молиться И Молиться По Неотступности Потому Что Твое Слово Так же Говорит Не Всегда Сразу Не Всегда Тот Час Не Всегда В Тот Же День И Мы Должны Продолжать За Что То Молиться Может Быть Даже Месяцами Господи Благодарим Тебя И Благодарны Тебе За То Что Ты Печешься И Заботишься О Нас Спасибо Тебе Что Ты Сегодня Здесь На этом месте Спасибо Тебе Что Когда Мы Уйдем Сегодня И Расстанемся Друг С Друг С Будешь Продолжать Быть С Нами Мы Благодарим Тебя Господь Там Где Мы Что То Не Понимаем Там Где Что То Не Влаживается В Наши Мозги Господи Помоги Нам Просто Доверять Тебе И Придет Время Ты Откроешь Нам И Покажешь Нам А Если Не Так Господь То В Вечности Ты Нам Расскажешь Почему Было Так А Не По Другому Но Мы Нисколько Не Сомневаемся О Том Что Ты Любишь Нас О Том Что Ты Ведешь Нас Тем Путем Который Мы Должны Пройти На Этой Земле Да Будет Тебе Вся Слава Честь И Хвала Во Веки Веков Ам Слава Субтитры создавал DimaTorzok